Добрый вечер, дорогие телезрители! Снова, как всегда, в четверг, 18.15, в эфире национального телевидения, программа «Один из нас», которую, собственно, веду и я, «Один из нас», который по четвергам работает на телевидении. И со всеми прошедшими вас разрешите поздравить. И сегодня мы начинаем цикл такой. Вот действительно один из нас, как в том виде, которым замысливался. То есть приглашаются в студию, будут интересные люди, которые с точки зрения своих навыков, знаний и опыта будут делиться с теми вещами, которые волнуют на самом деле каждого из нас. Я по ходу своей журналистской деятельности не раз говорил о жителях Севера. С той точки зрения, что, к примеру, добытая рыба скупается, допустим, за 250 рублей, здесь она доходит, вырастает цене на рынке до 1000 рублей. Давайте мы немножко отойдем от этого, вспомнить, что я все-таки политический обозреватель, но касаха, и поговорим о вещах более, скажем так, немного возвышенных. Ну, опять же, если говорить о глобализации, вообще те вещи, о которых мы вроде как говорим, что это очень далеко происходит, на самом деле это может оказаться вблизи от нас, на расстоянии вытянутой руки буквально в считанные секунды, согласны? Я очень рад представить Дарьяну Максимову, исполнительного директора Северного Форма, организации, которая вроде как бы, как бы сказать, она и есть, это очень представительная организация, занимающаяся развитием циркумполярной области. И кандидат политических наук. Вот наткнувшись на публикации, на одну из публикаций, кстати, после новогодних дней, Дарьяна, я, так сказать, сказал, что почту за честь оказаться в суде. Здравствуйте, Дарьяна. Здравствуйте. Да, давайте прежде всего начнем с Северного Форма. Вроде как бы Якутия, как регион Российской Федерации, это один из равноправных участников. Первый вопрос такой, почему Северный Форм, допустим, не входит в какие-либо провинции Финляндии, Норвегии тоже, а входит целиком страны, и Россия, скажем так, представлена определенными регионами? Нет. С чем связана вот такая вот, скажем так, особая позиция России? Ну, здесь чуть-чуть поясню. На самом деле у нас все регионы, не страны. То есть у нас из Фринляндии Лапландия есть, а из Исландии у нас Акурерия. То есть это отдельный город, да, в Исландии. То есть и там тоже такое же представительство, просто у нас там по одному региону. А в России, да, у нас очень хорошее наполнение, аж 10 регионов получается. 10 регионов. Да. А, то есть это не межгосударственное объединение, а скорее межрегиональное, межсубъектное. Межсубъектное, на субнациональном, да. Субнациональном уровне. Да. И у нас еще Аляска есть, и у нас еще есть провинция Конгон, это Корея. То есть это все регионы и субнациональные, да. Но Корея-то каким боком там оказалась? Я понимаю, вот Лангия. Мы уникальны. То есть еще тогда, в 90-х годах, люди, которые создавали это, это Уолтер Хиккель, и, кстати, одним из подвижников и инициаторов был Михаил Ефимович Николаев, они тогда уже придумали то, что севером могут заниматься не только Арктика, вот арктические страны, да, но и другие, кто интересуется севером. То есть изначально там даже Китай был, Монголия была, вот, и регионы имеется в виду, да, потом Япония, Хоккайдо тоже были. То есть это все, вот то, о чем мы сейчас про Арктику говорим, да, еще тогда все обсуждалось в 91-м году, в 93-м году, когда Якутия вошла. То есть все это актуально до сих пор, и это так радует то, что мы можем, наверное, на опыте наших вот уже патриархов, да, северного движения, уже же делать какие-то выводы и дальше двигаться. То есть это все вот так вот происходило. Еще тогда. Еще тогда. Да. Дарьяна, и тогда, и сейчас, как вы думаете, вот эти патриархи, они насколько близки к чаяниям тех жителей севера, которые, ну вот я и говорил, тот же добычек рыбы, да, Аннабарик, к примеру. Да, на самом деле же, если про северный форум говорить, мы же должны делать все для населения тех регионов, которые у нас представлены. То есть, по идее, это не то, что мы там создаем межрегиональное сотрудничество международное и на этом успокоились, да. То есть, в принципе, наша задача, по идее, по вот уставу, там есть миссия, да, если так громко говорить, это мы должны именно развивать все это в регионах. И когда мы говорим про Якутию, да, как одного из основных участников, потому что секретариат здесь находится, конечно, мы должны это делать для Якутии в том числе, да, ну и для остальных регионов, которые захотят воспользоваться такой возможностью, обмен опытом, опять же, тот же самый. То есть, все это делается в этом смысле. Но, кстати, сразу скажу, у нас северный форум не... значит, он носит такой больше гуманитарный характер. То есть, мы обходим военные какие-то темы, вот, то есть, миссия, она у нас настроена именно на развитие социальное, экономическое и по экологическим вопросам тоже работаем. То есть, все это как бы то, что о чем мы говорим и в Якутии у нас, и в стране у нас, и в мире, да, по Арктике, все это мы должны делать, по идее. За исключением, скажем так, военных вопросов. Да, военные вопросы не включаются в повестку дня. И это, кстати, правильно, правильно, потому что иначе как строить межрегиональное сотрудничество и вообще в целом международное сотрудничество, да, если мы будем говорить только про конфликты, да. Но как политолог, да, я скажу-то, что по роду своей занятости в науке я, конечно, с этим сталкивалась, как уже аналитик, наверное, да, по аналитике. Аналитики вообще этой всей тематики. Дарьяна, я понимаю, что не наш с вами уровень, да, скатываться на уровень диванных, я прошу прощения, аналитиков, да, но, опять же, определенная публикация, скажем, в наше вседозволенное время говорит, вот, а что, а что, какую пользу они приносят, вот, опять же, населению Якутска там и так далее. Давайте попробуем еще раз, немножко более скрупулезнее, что ли, сказать. Какая польза может быть от таких организаций, конкретно еще раз, для населения Якутска? Ну, для населения мы открыты. То есть, вот, изначально же сказали, у нас высокий уровень, да, то, что у нас представлен регион на уровне губернаторов. Но уникальность в том, что мы не правительственная организация. Мы можем принимать уровни сообщественных организаций, которые присутствуют в регионах, да, мы можем отдельные инициативные группы принимать, вообще, отдельного человека, который придет и скажет, вот, я хочу сделать то-то и то-то, да, помогите выйти на высокий уровень. То есть, мы вот должны делать такую координацию, наверное, на всех, на всех уровнях, ну, и в том числе на высоких международных уровнях, потому что у нас курирование идет и из МИДа России, и в целом посольства стран арктических, да, выходят на нас с точки зрения того, что как мы будем дальше строить сотрудничество. То есть, мы можем это делать. И вот моя, наверное, собственная цель с приходом в Северный форум, что я могу, наверное, координировать именно вот разные слои населения. А конкретно по вашему вопросу, с тех пор, как я пришла в июле 2019 года, ко мне реально приходят люди, говорят, нам нужно то-то, то-то, помогите, пожалуйста, да. Причем интересная идея, ну, здесь, конечно, надо фильтровать, наверное, да, то есть выбирать, делать какой-то отбор, и здесь нам помогает структура уже Северного форума. Но, по идее, это очень такая, ну, как многие даже Северный форум называют общественной международной организацией. То есть, мы можем это делать с точки зрения, наверное, ну, открытости, да, диалога. И сейчас это, кстати, очень модно. Опять же, да, повторюсь то, что в 90-х годах уже была продумана схема, как вести диалог на актуальные темы сегодня, да. То есть, мы это, ну, когда я сейчас прихожу уже, наверное, к каким-то выводам, спустя полгода в Северном форуме, конечно, все это очень сложно делать. Официальные лица с простыми людьми и какие-то реальные проекты, бизнес, это все настолько сложно координировать, то есть, находить какие-то точки соприкосновения можем. Но, чтобы это реально задвигалось и начало работать на население, нужно проделать огромную работу. И это, по-моему, не сделаешь там за месяц, да, то есть, над этим надо работать. И я скажу то, что нам нужны длительные проекты. И это, наверное, самое главное, к чему я буду сейчас стремиться, чтобы мы у нас, вот мы начали и продолжаем это годами. То есть, какие-то вот реально, какие-то живые проекты, да, которые будут жить на длительное время. С определенным потенциалом. Да, с потенциалом. Хорошо. Опять же, продолжая тему диванной аналитики, я не знаю, как во всей России, да, но у нас в Якутии такая, наверное, добрая традиция, да. И если человек занимается определенными международными, скажем так, проектами и так далее, все, он турист, там, ради того, чтобы, там, поездить по странам, там, и так далее, и так далее. Согласна, Сыть. Вообще у нас какая-то негативная оценка всего, что присуще нам это, что ли? Ну, на самом деле это хорошо, что Якутия воспринимается с точки зрения как раз вот, ну, это, кстати, в Якутии такое, больше, наверное, даже в Арктике такое, да, потому что в Арктику, ну, не каждый же приедет, да, на север, ну, в Якутию тоже не каждый приедет, хотя Якутия и сам Якутск, это же не Арктика, это север, да, это удаленная территория от Москвы, если так говорить. Ну, да, мы всех воспринимаем на ура, кто к нам приезжает, ну, это хорошо, потому что они приезжают посмотреть, что у нас на самом деле происходит, а дальше уже начинают предлагать, а давайте мы еще раз приедем, если человек захотел еще раз приехать и что-то конкретно сделать, это очень хорошо, то есть я считаю, что наоборот, почему бы и не турист, ну, турист, и, кстати, про туризм тоже чуть-чуть могу сказать, потому что в эти годы мы с Александром Андреевичем Кугаевским очень много работали над туризмом, готовим сейчас монографию по туризму в Якутии, и там, получается, у нас же как раз визиты все рабочие, то есть туристы к нам приезжают в большом количестве, по статистике это в основном как раз командировочные. И как раз и дальше, скажем так, используя Якутск как перевалочную точку, едут на севера? Да. В основном? Да, в основном, если это касается северной тематики, да, они, то есть Якутск, это как транспортный узел, все сюда прилетают и потом дальше уже по своим делам. Ну, вот, абсолютно, скажем, свеженький проект «Покорители холода», да, который, опять же, опять же люди воспринимают, вот, бездельников понабрали и отправили их куда-то во имякона. Ладно, оставим это. А какие, вот, вы говорите о проектах с определенным потенциалом, которые длительное время будут играть, да, долгоиграющие проекты. Давайте назовем парочку проектов северного форума свежереализованных. Северный форум по устойчивому развитию, который прошел в сентябре. Здесь с гордостью могу сказать, что это была наша инициатива, наши инициативные группы, потому что, ну, еще до прихода в Северный форум, я, ну, и продолжаю до сих пор работать в Северо-Восточном федеральном университете, и мы вот выступили с такой инициативой. У нас есть организация университета Арктики в России, это автономная некоммерческая организация, где мы поучаствовали в конкурсе проектов Северного форума. И теперь это проект Северный форум по устойчивому развитию, это большой международный форум, куда приехали как раз, вот, как вы говорите, как туристы, да, но как раз люди, которые будут нашими контактами в будущем. И отрадно то, что когда мы это провели 24-28 сентября... Дарьяна, секундочку, давайте второй проект, и ремарочка, небольшая пауза, и сразу после которой мы вернемся к нашему разговору с Дарьяной Максимовой, исполнительным директором Северного форума. Мы продолжаем программу «Один из нас», и сегодня одним из нас является Дарьяна Максимова, исполнительный директор, один из руководителей Северного форума. Напомню, Северный форум — это субгосударственная структура, более такая общественная, как Дарьяна сказала, и мы остановились на том, что одной из свежереализованных проектов, одним из свежереализованных проектов Северного форума является, как Дарьяна упомянула, Северный форум по устойчивому развитию. Докончим мысль про как раз Северный форум по устойчивому развитию, и еще один проект, который вы именно в своей личной копилке считаете своим, да, давайте. Ну, итог очень хорошего Северного форума по устойчивому развитию, потому что он стал у нас ежегодным. Мы уже запускаем второй Северный форум по устойчивому развитию, он будет также у нас проходить в сентябре, а также это будет сотрудничество правительства Якутии, Северного форума и Северо-Восточного федерального университета. И глава Айсен Сергеевич поддержал нас именно, чтобы это проходило только в Якутске. То есть, вот как мы до этого говорили, что Якутск становится таким центром, да, для Арктики, да, возможно, для того, чтобы сюда привлекать больше контактов. Но вот как раз вот этот форум, он будет таким, я думаю, что мы... В этом году, кстати, будет, чуть-чуть могу заглянуть вперед, вот второй форум у нас будет более официальным. Уже есть наметки того, что и парламентарии будут, и Совет Федерации, возможно, с нами будет, и Арасва, о которой мы много в Якутии говорим, тоже собирается к нам примкнуть. То есть, это такая повестка, о которой мы сейчас будем, наверное, много говорить между нашей такой инициативной и вообще подготовительной группой, которая вот создается, опять же, да, из разных структур. То есть, для того, чтобы вот при первом форуме объединить правительство, университет, ну и, конечно, Северный форум, как вот площадка, где мы это все готовили, это было, ну, наверное, уникально. Потому что университет не привык так вот тесно работать с правительством и обратно тоже, да. Вот сейчас мы, конечно, уже имеем опыт, поэтому будем развиваться. Ну и наша идея, конечно, и бизнес привлечь, и все это будем расширять, и ежегодно, наверное, будем только как, ну, развиваться, да. Об остальных проектах, которые у нас можно, наверное, уже записать в наши итоги за эти полгода, это молодежно-экологический форум. А вот только-только в сентябре мы закончили здесь наш якутский форум, и сразу поехали в Исландию. Это старый проект, это проект Северного форума уже 10 лет длится. Каждый год собираем детей на экологическую тематику в разных регионах Северного форума. Смысл как раз в том, чтобы регионы брали на себя ответственность по вот этой вот теме, да, экологической. И дети — это очень хорошая такая сфера, ну, вообще, сами дети, да, они настолько инициативные, такие прямо вот, ну, скажем так, все, что они говорят, наверное, можно даже использовать вот для взрослых. А как набираются эти дети? Вот позвольте поинтересоваться. Дети набираются школами, то есть школы до июня месяца, ну, точнее, до конца мая, конечно, они же до конца мая в основном у нас учатся, и они проводят конкурс в школах. Это по республике? Нет, везде. Везде? Везде, да. В этом году у нас участвовали, конечно, Якутия, Ханты-Мансийский округ, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Исландия и Япония. И они отбирают детей, то есть уже к моменту, кстати, вот летнего периода уже были списки детей, кто поедет, то есть дальше уже была организационная такая работа, чтобы Исландия их приняла, они ездили в Акюрейре, всего 35 человек детей поехало, и это было замечательно, то есть на самом деле они настолько, правда, такие темы сделали хорошие, что мы думаем, сейчас мы будем создавать отдельную страничку на сайте, чтобы это все продвигалось, может быть, уже дальше, как проекты Северного форума. То есть, ну, из всего, то есть, а плюс еще, да, вот мы говорим, какой у нас уровень, мы еще как креативная площадка, я так вижу уже сейчас по итогам, да, то есть мы можем реально вот из всего, что у нас происходит в рамках деятельности Северного форума, делать отдельные проекты, если это актуально. То есть, как только креативная мысль попадает к нам, да, мы можем это дальше продолжать. Главный вопрос сегодняшней программы. Вы же не питаете, не получаете деньги из бюджета республиканского? Это да, это очень хороший вопрос, потому что как мы существуем? Существуем на деньги бюджетов регионов. А, все-таки. Да, но у нас есть несколько уровней. То есть у нас взносы регионов, это первое. У нас есть взносы бизнес-партнеров, это тоже у нас есть бизнес-партнеры. И также мы должны сами искать финансирование. Да, и если мы говорим про креативную площадку, то еще можем сказать, что мы можем быть инвестиционной такой компанией. То есть если мы собираем средства уже на проекты, то это уже инвестиции. Отлично. Вы упомянули вот то, что Айсен Сергеевич, глава республики, сказал, что обязательно в форум устойчивого развития должен проходить якутский. Вообще, как вы думаете, уже как политолог, наверное, да, арктическая повестка, она вот многие прямо ставят галочку, очень сильная сторона, допустим, Айсена Николаева, о том, что грамотно используют арктическую повестку. Да, согласна. В чем, скажем так, те или иные аспекты использования, и какова структура вот этой повестки, раз уж в актив главы пишут? Ну, структура повестки, конечно, нацелена на социально-экономическое развитие. Потому что глава республики заботится о населении, о развитии территории. Ну, и здесь, конечно, можно много говорить о том, что Якутия уникальный регион географический, поэтому Айсен Сергеевич, это такой, ну, наверное, глава республики, который прежде всего априори, наверное, повестку как раз ставит из-за географического положения Якутии. Плюс еще у нас же очень большой интерес со стороны азиатских стран к Якутии, которые тоже интересуются Арктикой. Если я, ну, это я уже как международник говорю, политолог, да, если в этом ключе брать. Если говорить в целом о развитии территории в рамках России, то помимо того, что мы еще Арктика, мы еще и Дальний Восток. Сейчас очень много говорим об этом. У нас создано в России отдельное министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Причем совершенно недавно появился у нас замминистра Крутиков Александр Викторович, который конкретно по Арктике занимается, да, ну, то есть все это говорит о том, что, ну, Якутия должна это делать. А Айсен Сергеевич, да, действительно согласна с вами, то, что у него в повестке, правда, в приоритете Арктика. И мы очень много думаем, что это происходит как бы так неожиданно. На самом деле же это все шло к этому. Вот, и что сейчас делает Айсен Сергеевич, это все правильно, мне кажется. То есть так и должно было быть, то, что Якутия должна именно заботиться, наверное, о своем вот таком приоритетном, да, положении уже и на российском уровне, и уже на международном уровне. И мне кажется, это должно стать таким, ну, приоритетным не только, ну, в потенциале, да, но и в инвестиционном плане. То есть мы же это можем все делать в рамках и России, и международного сообщества, что самое интересное. Хорошо. Опять же, немножко опять на уровень возвысимся, да, то есть от региональной политики уйдем в сторону международной политики, да. Есть территории, которые, ну, априори считаются ничьими, да. Ладно, там Антарктида, ладно Антарктида, но, опять же, вот, северная территория, которая за северным полярным кругом, опять же, мы много читаем, много говорим, что, а, на Арктику претендует, там, Дания, США, Канада и так далее, и так далее. В чем конкретно их претензии? Я вот как обыватель, как обычный человек, давайте я спрошу у политолога, да, на что они претендуют? На ледийные? Нет, на шельф. На шельф? На шельф. Ну, шельф пока ничейный, потому что по такому разделению, да, вообще северный полюс пока ничейный, и площадь в районе вокруг северного полюса, она пока ничейная. Там есть несколько шельфов очень важных. Считается то, что там почти до 25% запасов углеводородов мировых находится, неизведанных, неразведанных. То есть это предположение потенциали, да, именно вот в этой верхушке нашей Земли. И там, может быть, ну, когда-нибудь будут споры по разделению вот этой вот части Земли. И есть механизм определения этой Земли. То есть есть Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которая как раз дает право вот этим странам, о которых вы сейчас говорили, а их пять, это США, Канада, Россия, Норвегия и Гренландия зданий, да, они могут расширить свой северный континентальный шельф и вплоть до Северного полюса. Ну, правда, на Северный полюс не все претендуют, тот, кто может. Вот, на сегодняшний день это Россия, также это Канада, которая недавно подала свою заявку в ООН, и Гренландия зданий. Вот, ну, я, кстати, подчеркиваю, почему Гренландия зданий, потому что Гренландия это датская территория, но у них есть спор, то есть Гренландия хочет быть суверенной, Дания не отпускает Гренландию, но у Гренландии, кстати, очень хорошее расположение. Она ближе всего вообще находится к Северному полюсу, как, ну, такой огромный остров, да, географически. То есть вот это вот ничейная территория пока. Но что мы можем сказать? Я как политолог всегда говорю, ну, я даже писала об этом несколько, наверное, материалов, соперничество или сотрудничество. Я склоняюсь к сотрудничеству, что это будет все-таки решаться на уровне дипломатических дискуссий. То есть это не будет войны и битвы за Арктику. И, кстати, СМИ больше раздувает, наверное, эту тему, как вот, возможно, что-то когда-то будет как-то делиться. Вот, я все-таки противник этого и считаю, что все это будет в рамках диалога. Короче, давайте сядем за стол и путем переговоров определим, где чую, да? Именно так. Но не кажется ли вам, что нефтедоллары как раз далеки от понятия? Давайте договоримся, да? Если после Кувейта все потребители углеводородного, скажем так, добычек и прочее рванут на севера, мало не покажется. И конфликт неизбежен. Конфликт. Вот, кстати, хороший вопрос насчет нефтедобытчиков. Ну, нефтедобытчиков-то определяют как раз суверенные страны. И, кстати, если Арктика у нас все-таки, как мы сказали, ничейная, да, вот эта вот шапка вокруг Северного полюса, но вокруг-то находятся суверенные территории, и в отличие от Антарктиды, да, Арктика, она все-таки имеет принадлежность к государству. И здесь мы не можем отрицать, что там государство определяет, кто на его территории будет разрабатывать вот этот вот нефть или газ, да? Соответственно, ну, это вполне тоже решимый вопрос. То есть, но, кстати, здесь есть одно но со стороны Соединенных Штатов Америки, которые не ратифицировали конвенцию этого 82-го года, и они не собираются доказывать свой шельф. Они на правах сильного хотели бы как раз в форме такой открытой конкуренции разрабатывать. Давайте сразу после небольшой паузы мы продолжим, потому что вот это вот с тем, что я вижу, очень коррелируется после паузы. Мы продолжаем разговор с кандидатом политических наук, исполнительным директором Северного форума Дарьяной Максимовой. И мы потихонечку-потихонечку скатились все-таки на тем, от которой Дарьяна изначально отказывалась, о неких конфликтах, которые возможны вокруг определенных северных территорий. Но, тем не менее, я говорю, вот невозможно, то есть нет худа без добра, да? То есть, если мы десяток лет тому назад говорили, ой, почему военные ушли из Тикси, да, и там сплошное запустение, то сейчас, ради бога, а Гитыч со мной согласится, наверное, с тем, что военные вносят ощутимую лепту, в том числе и социально-экономическое развитие. Да, конечно. Вокруг них есть социальная инфраструктура. Кто-то же должен быть медиком среди военных, да, кто-то должен быть учителем для детей, которые там приехали с военной. То есть, плюс дороги, плюс жилье, да, кто-то это все обслуживает. Это вообще очень, ну, было развито в советское время, конечно, и у нас везде были. Как я говорю сейчас, опять же, да, продолжая тему сотрудничества или соперничества, да, есть еще термин милитаризация. Значит, весь мир говорит то, что в Арктике, особенно западные страны, да, Россия начинает милитаризироваться. Я и не считаю так, потому что мы просто восстанавливаем инфраструктуру, которая была в свое время в советское время, да, у нас налажено хорошо. То есть, у нас есть там поселки, у нас есть, ну, основные какие-то коммуникации, да, на которые мы можем все-таки запустить заново. Ну, вот, как вы сказали, да, военные, они социально-экономическое развитие тоже, да, делают. Так вот, здесь как раз никаких проблем нет с точки зрения вот того, что это просто восстанавливается у нас в России. Если мы говорим о целом присутствии военных в Арктике, об этом я тоже очень много говорю, кстати, своим студентам очень много говорю, потому что у нас как раз вот магистратура арктическое регионоведение, это вопрос национальной безопасности. И, кстати, об этом говорят все арктические страны. То есть, присутствие человека в Арктике, это всегда вопрос национальной безопасности. И, кстати говоря, здесь на минуточку у нас же в России 2,5 миллиона в арктической зоне России проживает. Мирного населения? Да, ну, нет. Гражданского населения? Всех, всех, всех. Не только гражданского, и военных тоже считают. Ну, изыскателей и прочих. Да, то есть, это по статистике идет, да, численность населения. Всего в Арктике проживает 4 миллиона. Вот из них 2,5 в России. То есть, по идее, мы можем говорить о том, что Россия хорошо укреплена с арктической стороны, да, вот, со стороны Арктики. Но, конечно, без укрепления, наверное, того, что у нас есть там инфраструктура. Кстати, это уникально, что у нас это есть, а в других странах-то, кстати, его и вот этого такого развития нет. То есть, это мы еще с точки зрения Якутии, которая имеет выход только на Тикси смотрим, да, а если посмотреть западнее, в сторону Баренцева моря, да, то там изначально с 20-х годов создавалась такая и создана такая инфраструктура, ну, что ни кино, там, база подводных лодок и так далее. И причем значение вот этой, опять же, немирной инфраструктуры, да, оно огромное. Оно огромное. Ну, ладно, опять же, я уваживаю вас и не буду вот военной тематикой. Просто в качестве ремарки скажу, что транснациональным компаниям, которым станет в мире очень тесно после Кувейта и прочих жарких стран, да, придя в Арктику, я не думаю, что они будут соблюдать какие-то, учитывая, скажем так, опыт и Сахалина и прочего, да. Ну, вроде пока все мирно идет, вроде бы. Нет, да, все мирно. Вот, кстати, хорошо, что вы последнюю ремарку сделали. Все же, ну, опыта такого конфликтного пока еще нигде, ну, разве что Сирия, да, если так припомнить. Ну, и то, там же вопрос трубопровода, то есть по земле это все идет. А если мы говорим о шельфе, ну, на шельфе еще ничего такого конфликтного никогда не было. То есть жителям Аннабара, скажем так, всплывшая американская подлодка в кошмарах снится не будет? Ну, они там и так ходят. Они там и так ходят. Ну, не у нас. Знать, да. Ремарка не у нас. Они ходят больше по Канадской Арктике, если так. Ну, это я уже как исследователь-канадовед говорю. То есть они есть, да, вот эти вот учения подводных лодок, и мы тоже проводим учения подводных лодок. Но у нас, нет, никогда не было всплытия на нашей территории. И во время паузы мы остановились на том, что воевать Арктике это очень-очень накладно. Давайте вспомним просто Северный завод, сколько вот тонна соляры, перекинутая на тот же Тикси, будет стоить в гражданском объеме, да, и сколько это будет стоить в военном. Но Дарьяна сказала, что это будет дорого для всех, кроме нас, потому что у нас есть определенная инфраструктура, в том числе, наверное, и Северный морской путь, да, который традиции свои не имеет тоже. Северный морской путь. Давайте это будет следующее. Вот есть у нас, еще раз говорю, замечательный человек, Алексей Иванович, который дал мне письмо определенное о том, что регионы России, которые входят, опять же, многие входят, наверное, в Северный форум, они готовят оригинальные экипажи для Северного морского пути, для кораблей Северного морского пути. А почему у нас не слышно про это? Мы напираем на то, что рабочие профессии, напираем на то, что развитие Арктики, но вот эта информация как-то у нас мимо ушей проходит. Ну, эта информация, если она как-то вам была рассказана, то она все-таки не открытая, наверняка, потому что никакой такой программы официально нет по развитию каких-то, ну или там собранию каких-то экипажей, да, потому что сам Северный морской путь, он пока находится, ну, кстати говоря... Он коммерческий? Он пока нет, то есть он, да, он пробный коммерческий, каждый год походов именно вот этих коммерческов становится больше, то есть кораблей по пути ходит больше, но при этом, ну, и было же, помните, послание Путина, когда говорили, что 80 тонн к 2024 году. То есть все сейчас ориентируются на эту дату, что Севморпунь должен стать именно таким коммерческим, вот именно вот за такой короткий период, да. Ну, я тогда тоже делала такой комментарий для ТАСС, что это возможно, но там есть одно но. У нас порты Северного морского пути советских времен, хоть я и говорю, что там есть инфраструктура, они все-таки устаревшие. Они не могут принимать грузы, вот, ну, современных, да, кораблей, потому что часто осадка, глубина очень, ну, такая, мелкая, несоответствующая, и они проходят мимо портов. То есть из таких портов Севморпути, ну, конечно, в европейской части это Мурманск, и сейчас хотят делать Архангельск. Также, можно сказать, дееспособны это Дудинка, Красноярский край. И, кстати, большую ставку ставят на наш порт Тикси. Но в Тикси у нас тоже проблемы с осадкой, то есть у нас там мелко, и даже чтобы десантироваться в Тикси, там нужно, ну, преодолеть, как бы... Определённая техника нужна, да? Да, техника нужна, да, которая там с больших кораблей, там, выгрузится на средние, которые там... Ну, и поэтому мы говорим, кстати, про корабли класса река-моря, то есть, ну, такие небольшие, которые могут как раз пристыковаться, да, к порту Тикси. То есть, да, всё это очень сложно технически, действительно. Если мы говорим про военные какие-то, да, ну, переброски или учения, которые у нас проходят, они есть. И я поэтому и говорю то, что Россия подготовлена. Не с точки зрения того, что мы готовы там воевать, а с точки зрения того, что мы это делаем уже на протяжении нескольких лет, ну, и даже в последние десятилетия больше всего, наверное. То есть, мы это как-то восстанавливаем, а где, может быть, наверное, меньше это делают западные страны наши, арктические, да? В Канаде они тоже проводят учения, но у них там более, как бы, они в лёгком формате проходят, если так можно сказать, они проходят в летнее время. То есть, единственное учение в зимний период может делать Россия. То есть, её инфраструктура позволяет это делать. И Норвегия. Норвегия, ну, смотря как, смотрите, у них какая зима, да? То есть, зима несравнима с нашей российской. И, конечно, они могут это делать, да, они могут сказать, что мы это провели, допустим, в конце октября. Но, опять же, в ноябре, в декабре, там, в январе и так далее, таких учений я не припомню. Но, вы правильно сказали, что Норвегия, это же было в 2018 году, приняла десант НАТО, и они сделали такой, ну, общий, да, наверное, проект, если так можно сказать, военный. Ну, точнее, это были военные учения, которые назывались «Единый трезубец», по-моему. И после этого все стали говорить про милитаризацию, что, вот, может быть, военный конфликт. А, то есть, все-таки они застрелили вот эту тему, да? Да, они провели их у берегов Норвегии с поддержкой НАТО. То есть, такой вот был у них, ну, большой, наверное, все-таки какой-то посыл, да, в нашу сторону, потому что Норвегия все-таки наша соседка, она вообще, как бы, получается, у берегов России проводить это в Арктике, это, как бы, ну, наверное, не то, чтобы это, наверное, серьезно можно как-то говорить о том, что кто-то собирается это. Ну, это, конечно, как это говорится, это демонстрация какой-то мощи, да, которая может быть там. Ну, Норвегия, она, я уже сказала, теплая относительно страна, да. Фьорды, Гольстрим. Да, и здесь мы не говорим о конкретных таких вот прямо вот арктических учениях, да. То есть, скорее всего, это будет происходить в Европе. Но, я думаю, этого не будет происходить, потому что, ну, у нас сейчас геополитика вся строится на демонстрации одной силы перед другой силой, да, то есть это, я думаю, все-таки такое какое-то большее. То есть, мирный север все-таки предпочтительный сценарий в политическом плане, нежели бряться на ней оружием, скажем так, и демонстрации друг друга десантных возможностей у всего мира на виду, да. Ну, опять же, просто в качестве ремархи я бы не стал сбрасывать Канаду со счетов, потому что Канада, по-моему, только единственная насчитывает какую-то арктическую группировку, да, и не будем забывать о том, что Канада, скажем так, активный участник всех конфликтов, которые происходят в мире. Мы к чему? Опять же, с уровня добытчика рыбы, добытчика там мамонтов и бивня и так далее, мы перенеслись на некий более высокий уровень, да, между государственных каких-то отношений. И спасибо Дарьяне Максимовой, исполнительному директору Северного форума, который, являясь политологом, сегодня вот такие вещи сказала, которые, на самом деле, еще раз, даже находясь где-то там очень далеко на севере, человек же имеет право получать информацию от первых уст, получать информацию, которую, возможно, волнует, возможно, интересует каждому же нужным мирное небо над головой. Поэтому, еще раз, аспект «Мирный север» подтверждается очень авторитетно исполнительным директором Северного форума, кандидатом политических наук Дарьяной Максимовой. Увидимся ровно через неделю в программе «Один из нас», и «Один из нас» станет интересным для всех. Спасибо. Продолжение следует...